Так, всем привет, мы находимся в городе Рига, вот позади меня сейчас находится Милда. Ну и здесь мы будем долго затягиваться с вступлением, идём к сути. Так, это один из символов свободы латышского народа. Этот памятник был пожертв... двух пожертвований, построен на пожертвование людей, кстати. И торжественно был открыт 18 ноября 1935 года. Так дальше, 18 ноября, во Флатвии большой праздник, он называется Ладжплайш, что ты, я, на. Патер был построен по проекту скульптора Карлоса Зала и архитектора Эрнеста Шталберга. Для постройки был использован светло-серый... светло-серый... светло-серый, короче. И розовый финский гранит. Ты, например, видишь розовый цвет где-то в памяти? Это розовый цвет, типа, считается, да? Хорошо. А вот и серый. Итальянский травертин. Что такое травертин? Короче, не знаю. А сам символ свободы... А это, короче, был отлит в Швеции, соседняя страна, по море у нас. Паромы туда едут. Три позолоченные звезды выковали мастерами по металлу Зиббенс и Найка. В центральной части памятника под группой «Мать Латвия», где вот, наверное, вот это вот. Я не знаю, просто сейчас так. А вычитаны слова... Сейчас подойдём и покажем. Слова Карлоса Скалпа. По-латышски это звучит как «Тэвзэмэй, он привибай», а по-русски переводится как... как «Отчество и Свободе». Вот тут ещё и цветы стоят. Каждый день ставятся цветы? Каждый день. Здесь должен быть ещё почётный караул, но его что-то сейчас нет. Ну, здесь всё. А, уже закончился караул? Да, не закончился, просто вечер. А, они один там стоит с этой стороны, а другой с этой стороны они здесь маршируют. Дальше идём. А, этот памятник, он 42 метров высокий. Вот где они стоят, а средства, где пушки стоят. Это от них, да? От них, да. А, ну вот папа подсказывает, что вот этот караулов. Да, от караулов и пушки стоят. Да. Так, идёт дальше. 42 метра этот памятник. Увечен бронзовой статуей Свободы. Вот. Да. В руках она держит три звёзды, символизирующие три исторических областей, районов Латвии. Это Курзема, Латгала и Винцема. Так, дальше идём. Этот аллегорический образ олицетворяет собой единство государства. В скульптурах и лепке памятника вычислены, высшена, 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 вот, история Латвии. Вот это про вот это вот идёт речь. Да, это баррельеф. Свобода. Свобода. Свобода, наверно, вот это вот, или это Латвийс. А, вот и Латвийс, наверно. Свобода. Мать Латвия. Это? Я думаю, что да. Наверно. Разрывающиеся цепи. Где они? Хе-хе-хе. Сейчас, посмотрим, если выходили. Нету. Так. Нет, тут нету. А, вот и они. Давайте. Вот они там. Сейчас оператор вам покажет. Вот где эти три пацана стоят. Вот разрывающиеся цепи. А, Вай Де Лотес. Это, я не знаю, кто, если честно. А, Труд. А Труд это у нас. Знаешь, что? Что? Я не знаю. Вот там вот, что было перед тем видно, это страшно. Вот это Труд, наверное. Это Труд? Ну, потому что есть это раз. Житом. Короче, это Труд будет. А вот это вот, ээээ, Стражи Отчества. И есть тоже, эээ, праздник, ээээ, Песни, который проходит, праздник, Песни. Нет. Летом. Какие, какой месяц и какая дата я еще забыл. Эээ, и другие здесь тоже есть. В советское время, эээ, возлагать цветы к памятнику и собираться к нему было запрещено. И, около памятника была сделана конечная остановка троллейбуса. Это конечная вертая там, где я стоял, где Рика, да? Нет, нет, нет. Ну, потому что здесь он не может быть. Но тогда он там стоял. И сейчас здесь также проходила трамвайная линия, вот. Где сейчас люди, ээээ, эти, женщины и девочки проходят. Вот там была трамвайная линия. Эээ, так, дальше. Также памятник использовался как место старта в велосипедных соревнованиях. Эээ, дальше у нас под дождь и памятника проходили первое мероприятие, ээээ, проводение, эээээ, проводение группы Херсинки 86 в годы Атмотэ. Это, короче, когда, независимо с Латвии, это Атмотэ это и есть. В 1990 году улица вокруг Бальтика была перекрыта для движения. И если мы будем углубляться еще в это место чуть-чуть, пойдем назад этих годов, то с 1910 года, вот, на этом месте, сейчас я вам покажу где, приблизительно где стоял. Памятник Петру Первому, но был демонтирован в ходе эвакуации культурных ценностей из Риги, скорее после начала Первой мировой войны. В нулевых, то есть в 2000 году, началась работа по восстановлению этого памятника. Во время реставрации в субботу ее звезды очистили, отреставрировали и заново покрыли по золотой. Ну, видно точно по золотой, потому что светится. Восстановили также основание памятника, обелиск, ступени и внутреннюю часть. Там внутри типа музей может сказать, ну не музей, а там красные такие вот вещи там. Ну, типа музей может сказать. Дальше у нас идет использованный камень, памятника, очистили и восстановили швы. Несколько лет спустя обнаружилось, что из-за неправильной выбранной техники реставрации начало портиться по золоту звезд. Звезды восстановили весной 2006 года во время реставрационных работ. однако реставрацию торопили в результате реставрированных сообщили. Реставраторы сообщили, что они могут дать гарантию качество по золоту. И еще с 11 ноября 1992 года у памятника свободы был восстановлен почетный караул. Слева от меня, это вот там вот получается, сейчас подожди чуть-чуть, просто проедет электросамокаты. Находится типа парк, ну по-латыски это называется канал мало с абстрадиус. По-русски это будет переводить. Канал островов. Ну типа островной канал, я не знаю просто это, если управлять на слово переводить, то это стороны каналов, где обделанный парк, я просто не знаю как по-русски будет называться правильно. Береговой? Это блин, берег. Берег. Ну тогда береговая будет по-русски правильно. Береговой парк канала, вот так вот скажем, я не знаю как правильно будет. Сейчас мы здесь стоим. Так, сейчас пройдёмся мы. И вот тут вот едут мини паромчики. Мини паромчики в кораблике. Да вот, сейчас им что-то не курсирует. Да, грязно чуть-чуть у нас. Чуть-чуть это, совсем чуть-чуть. Обычно в Африке очень чисто, и трава постричена и всё. А сейчас что-то не убрано, ничего. Вот так. А когда у нас проходит праздник света, вот это вот мост. Там видим мост, да? Да, видим. Так вот, этот мост он светится. И здесь точно на 18 ноября, когда лач плачет и она, здесь опускают свечи. Ну то есть такие вот самодельные лодки сделаны из фанеры, маленькие. И вот там вот едут свечки по течению просто. А вот это вот здание, которое мы видим, это покажи зрителям. Это национальная опера. Здесь два корпуса есть. Это где арта видна. Она самая главная, а там вот где белая. Это получается. Сейчас я вам покажу. Так. Сейчас. Это вот где видно стёкла. Если видно отсюда. Да, видно. И там вот новый корпус. Там новая опера. Если брать в переводе. Сейчас мы пойдём ближе и вам покажем. Субтитры. 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 Позади меня сейчас находится латвийская национальная опера, которую мы показывали с той стороны, но сейчас вы видите с преднего плана. Так вот, полное наименование латвийская национальная опера и балета, по-латышски Латвии стационарная опера Умпалец, сокращение будет ЛНОБ, государственное учреждение, которое находится в Африке, занимающееся развитием оперного, балетного и классического музыкального искусства. Вот это вот здание было построено в 1863 году, и ее архитекторами опера, его, 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 оно, короче, архитекторы, это Людвигович Бонштетт, Рейнгольд, Георг Шмеллинг и Имадз Якобссонс. И еще про вот эту вот оперу я могу сказать, что здесь был пожар, можно сказать, что практически весь сгорел. Ну, восстановили, сейчас я расскажу, когда был пожар. То есть в июне 1882 года, не так и давно, можно сказать. Ой. Так, и сейчас вопрос, кому вот эта вот национальная опера что напомнила? Напишите в комментариях. И вот, я говорил вам про новый зал, вот он где находится. Это вот, если вы видите, там написано явно на зале, что переводится, значит, новый зал. Вот так вот, а вот это вот, позади сейчас, у меня находится отель, как называется отель? Правильно, это болгарский отель. Вот так вот. Так, мы от национальной оперы подошли к одному фонтану. Вот он. Это фонтан Унды. Это дерманско-славянский прибалтийский аналог славянской русалки. Это красивая девушка. Вот что мы узнали. Но это вообще-то мифологическое, как это, мифологический герой будет, да? Или как? Ну, Балтия, мифология. И вода, кстати, очень чистая. Да, вода очень чистая. Сравнительно чистая. Так, не странно. Да. Вот она сама. И дети, кажется, водя. Они садят на китере, на рыбе, на пыль. Дельфины? Да. А, да, дельфины, точно. А это пыльологический дельфин, это доброта, да? Да. А унда, а, я забыл самое главное, унда в переводе от латынского значит волна. Унда значит волна. Да. Урок латынского языка от Ратыни Владимирского. Так, мы сейчас находимся в партии Бастионная Горка, она называется. Вот, я вам рассказываю про Памятник Свободы. А, вот у вас за деревьями Памятник Свободы. И будет видео сейчас Памятник Свободы, я так полагаю, да? Так вот. Сейчас я пройдусь через один мостик, и буду рассказывать про Бастионную Горку. Ну, просто интересный... Так, Влад. Вот это вот мостик, это мостик влюбленных. Вот все составляют замки влюбленные. Вот они, естественно, типа фразды, вот здесь на одном замке пять замков, прикиньте. Вот, покажи. Вот, пять замков. От этих всех замков, которые тут есть, я вам покажу, которые мне сам выправятся сейчас. Где тут был он? Вот, вот. Вот только стройство тогда есть, точно. Еще, вот. Не украдешь ни когда. Да, я так полагаю, то, что ключи от этих замков бросают в это, в Рыжки канал просто. Потому что я не знаю, где ключи. Так бы пришли, кто бы хотел, тот и взял. Вот еще. Интересно то, что во Флатвии есть еще один такой, тьфу, в Латвии, в Риге. Есть еще один такой мост. Он находится сейчас, в каком партнём был? Усты, я не знаю. Короче, где-то с от виной. Так, начидаем дальше про это, бастионок. А, здесь еще скульптура есть, вот. Так, я пойду к нам стану. Так, начинаем. Бастионная горка является уникальной своими узкими тропинками. Дальше, идем. Узкие тропинки, выявшиеся на нескольких уровнях. Вот это первый уровень, там вот второй уровень, третий. Наверное, есть четыре уровня, да? Ну, не знаю. Ну, если я правильно считаю, тогда четыре уровня. Олеями деревья. Много дерева тут, много. Своим уникальным садом камней. Вот это. Вот, привет, гуси. Привет, голуби, гуси. Вот это вот. Вот один. Вот еще один. Сад камней. Вот. Интересно то, что сейчас есть свет воды. А там есть. А там есть. Значит, досочки включили. Странно. Так, сейчас дальше продолжаем. Водными каскадами. Это про вот это вот каскад, да? И вот это. Ну да, вот это вот каскад, еще один каскад. И расположенным рядом городским каналом. Как я вам уже понимал ранее. В этом месте. В этом месте можно насладиться одной из самых замечательных прогулок в центре Риге. А катя Грыл уже рядом был памятник. Вот, в принципе, свисты сейчас отсюда лучше видны, чтобы вы не думали, что я вам про. Дальше продолжаем. История бастионной горки связана с распоряжением Александра Второго о сносе фортификационных валов в 1857 году. Вот, еще один сад камней. Кстати, после проекта Фельско и Дице, оборонительный ров был переформирован в городской канал. Канал, да. Вот там вот, где канал сейчас находится, там был ров, если что. Как, через год между бульваром Бастая и городским каналом был насыпан искусственный холм, который сегодня известен как постелная горка. Вот, сейчас мы будем подниматься по ней, кстати. Смотри, голубы держат. Смотри. Иди с водкой. Алло. Такой уникальный. Такой уникальный. Вот, смотрите. На моем канале уникально. Не испугай только, не испугай, пожалуйста. Такой уникальный контент на моем канале. Кто видел, как держится. Ё-моё. Я так перепугался. Так. Озеленение бастяной горки начали по эскизам любецкого инженера Венда. Первая постройка на бастяной горке была возведена в 1860 году. Это был деревянный павильон. Как точно, это все существует? Апигатор. Нет? Я даже так думал, потому что здесь ничего деревянного пока я не вижу. Вот, посмотрите, сколько здесь много камней. Вот, каскады много. С 80-х годов 19-го века о создании зеленой зоны заботился главный городской садовник и ландшафтный архитектор, наш любимый, Куффальд, который еще и был в Верманском парке. В 1892 году через канал о бастяной горке по проекту инженера Акте построили пешеходный каменный мостик. Каменный, это имеется тот или какой мостик или этот, какой здесь каменный считается. По дороге к мостику с обеих сторон были посажены растения, которые образовали пирамидные дубы, дополнения с амшитами и рододендронами. Аж где-то, язык сломаю. А, вот этот вот сад, ты думаешь? Ээээ, на бастяной горке был устроен ручок. Ручок. Что такое? Ручок это ручка, да? Сейчас покажем этот ручок. Где ручок? А где ручок, кстати? Если ты знаешь, что это такое ручка. Это ручка? Да. Разве не ручка? Вот он. А, это ручок. А, это ручок. А-а-а-а. Он распускается отсюда, поэтому идёт ночь. Какой оператор у нас умный? Хе-хе-хе. Я забывал сказать это вначале. У нас, тву-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Это в великах кататься. Так, остановились мы в 1895 году по проекту архитектора Гендриха. Гендриха Шеля у подношей бастионной горки построили домик для лебедей. Где-то домик для лебедей-то не знаю. В общем, если мы найдём, то найдём. Если нет, так нет. В японском стиле. Сегодня состояние этого домика, к сожалению, не самое лучшее. А вот тут вот лошадка. Вот моя любимая лошадочка. Садится, не садится? Какой? Полковый, а? Ой, ё-моё. Ай, ай. О, получилось. Давай в Болгарию. Да, давай поскакали в Болгарию. Вот тут вот растёт папоротики много. И какие-то... Да, на Лыгод, на Янов день. Или как там в России? Какой праздник тебе не слайд? Ну, здесь Янов день, но в России тоже. Есть легенда. Она легенда, да? То есть надо собирать папоротик в лесо. Вот так вот. Это на Лыгод, я опять повторяюсь. Надеюсь... Надеюсь... Солнце, короче. Так, новое изменение и дополнение. Бастионная горька претерпела в 20-30-х годах 20-го века. Когда зелёные посадки были реконструированы ландшафтным архитектором. Опять наш любимый Заидоксом. Кстати, ролик про Верманский парк тоже можете посмотреть? Да. Там тоже были все эти люди, которые сейчас фигурируют у нас. Да. Фух, а тебя перепугался. Да. И сейчас закончу и скажу всё. На бастионной горьке в это время был открыт памятнику Рудолфу Плауманесу. А Рудолф Плауманесу у нас это... Где он? Не знаю. Он не там, случайно, где опера? Угу. Ну, Рудолф Плауманес, короче. Созданным скульптором Залькалном в 1929 году. Так. Я. Так-так-так-так-так. А где встать? Нет. Вот это вот такие вот круговые скамейки. И на этом месте вы можете поставить лайк и подписаться на мой канал. Красота. Красота. Лепота. И можете репостить мой ролик. Ну... А, вот где это? Лебединый домик. Да. Идём к лебединому домику. Сейчас идём мы к лебединому домику в стиль Японии. Вы видите, у нас стиль Японии есть тоже, Влад. Латвии. Кстати, у нас снова всё в Латвии. Врития. Вот такой вот. Каждый там лебеди живот? А? А? Как думаешь оператор? Лебеди там живут? Там никто не живёт. А? А? Ага. Короче, я пойду там живут. Ага. 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 Это, конечно, написано, что реставрировали домик в 800-летии Риге. Вот это Андрейс Аргалыш. Там внутри будет видно что-то. Что-то не дотягивалось оттуда. Ну ничего страшного. Вот идём дальше. Дальше, дальше, дальше. А это каменный мост. А это причал. Бастём какой-то высокий. Так, бастём, бастём, показываем, показываем. Вот бастём, кто высокий. Дальше передаю камеру своему оператору. Подожди, я дальше надо рассказывать. Так, сейчас пойдём людей и будем дальше рассказывать. Интересно, там есть дак какой-то. Так, большая реконструкция состоялась во время советской Латвии в 1951 году. В связи с подготовкой к 750-летию Риге. Сейчас, если мы посчитаем, то что Риге сейчас приблизительно 819 лет. Вот такая вот старая Рига почти. Тысячу лет Риге. Идём дальше, дальше. Это каменный мост, да? Это каменный мост. Вот каменный мост. На бастионной горте по проекту «Гинтеры» были сооружены оперные стены. А, опорные. 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 Здесь опорные. 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 Ой, не могу я с тобой. Вот смотрите, там что-то нарисовано. А тут то есть руби-то видишь? Да, мы здесь. Сейчас пойдём посмотрим что там. Тут медведь нарисован с мелом. Это тут какой-то обелиск кому-то посвящён. Кому я без понятия. Дальше идём мы. Вот стены были включены фрагменты разрушенных во время войны исторических зданий Старой Риги. Фух. А дальше Старой Риги и другие декоративные элементы, добывавшие пейзажи бастионной горки, дух романтизма и старины. Санаси, санаси, салфабет. Хабри-хабет. Которые. Как-то подошли. Конец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok